Друзья, привет вам! Мы из Сочи, 11 февраля, погода, посмотрите, какая сейчас закат уже скоро, море красивейшее, море, тепло. Я в тоненькой такой рабочей кофточке вышел прогуляться, иду с Мамайки в сторону, за мной там сзади, ну, центр видно там в Сочи. Впереди у нас Дагомыс, я уже там в километре от Дагомыса. Хочу с вами сегодня поделиться такой интересной историей про разводилов в интернете. Я просто сам в шоке, я, ну, реально не ожидал такого, что такое в наше время. То в наше время еще может такое быть, да, такой развод существует. И хочу, ой, тут вот такие красивые волны бьются. И я хочу рассказать, что я вот вчера там ездил в клинику медицинскую, там проходил обследование небольшое на МРТ, по суставу смотрел. Ну и, короче, мне должны были скинуть результаты анализов на электронную почту. Я проверил электронную почту, зашел на известный один ресурс наш русскоязычный, ну и решил заглянуть в папочку спам, посмотреть, в общем, что там в спаме, может быть, какие-то нужные письма попали. И случайно мой взгляд, упал мой взор на вот такое вот письмо. В содержании это, значит, указано, что какой-то хакер взломал мой компьютер, получил доступ ко всем моим данным, скопировал там контакты, которые есть на этом компьютере. Получил доступ, значит, к истории посещения сайтов, записал видео, когда я посещал какие-то сайты для взрослых, значит, и там шалил в это время. Все это было записано, как там человек развлекался, пользователь якобы я, да? И хочу вам сказать, вы большой извращенец, ваши фантазии не имеют ничего общего с нормальным восприятием обычного человека. Причем письмо написано без всяких ругательств, в таком весьма грамотно, без ошибок. Такой весьма простой развод, да, и вот он пишет, что у меня появилась идея, я сделал скриншот ваших сайтов для взрослых, потом он снял, значит, как я якобы развлекаюсь, да, и все это склеил в одно видео. И теперь, значит, это получилось потрясающее зрелище, оно впечатлит любого, тем более ваших, говорит, знакомых. И он все контакты, короче, слил якобы, да, и он, в общем, просит за вознаграждение 700 долларов. Ну и в этом спам-письме указан BTC кошелек, вот его номер. И вся эта информация может быть использована против меня, разослана моим контактам, значит, чтобы мои знакомые об этом узнали. Вот, ну и после этого, он может отформатировать диски, в общем, все уничтожить, если я ему не оплачу там 700 долларов. В общем, этот вымогатель требует 700 долларов за эту историю. Такие письма иногда приходят, я на них не обращаю внимания. Ну, когда я увидел биткоин-адрес, а так как я с криптоиндустрией немножко связан, я просто решил, ну, вот так вот, это такая рабочая привычка уже взять этот адрес, посмотреть его на фраут, посмотреть его на транзакции, в биткоин-чекере, там таких сайтов много. Ну и, в общем, я увидел, что оказывается на этот кошелек уже кто-то перевел. Вы не представляете, две транзакции уже прошли, подтвержденные по 700 долларов, да, кто-то заплатил ему, этому мошеннику, этому якобы, ну, его нельзя назвать хакером. Это просто человек, который отправляет такие письма, состоял такой текст, причем текст по уровню какого-то школьника, да, то есть там даже нету каких-то, чтобы тебя цепануло каких-то вот таких моментов психологических, просто такой текст как будто школьником написан. Я просто был в шоке, что кто-то перевел 2100 долларов, три транзакции по 700 баксов, вот этому, ну, я не знаю, как его назвать, я его мошенником даже не назову, и какие-то люди доверчивые перевели ему вот за три дня, но переводы начались 9 февраля, сегодня 11, да, вот три транзакции, если не ошибаюсь, сейчас я вот на скрин на экране покажу. Итак, берем наш биткоин-адрес и заходим на биткоин-чекер, да, вот смотрите, его действия начались, то есть рассылка с мама, спама, по-видимому, началась 9 февраля. Первую транзакцию, которую он получил, в тот момент это было 700 баксов, вот этот эквивалент в биткоине, просто курс биткоина скачет, поэтому мы видим здесь разные суммы. 9 числа была первая транзакция, он получил сразу ее, вывел ее, потом, значит, 10 числа еще кто-то перевел, вторая транзакция, потом, значит, 11, 3, это он ее вывел, и 4, вуаля, еще одну транзакцию он только что вывел. Короче, этот человек заработал 2800 долларов за 4 дня на таких вот доверчивых людях, да? Это, конечно, неправильно, это развод, но я хочу предостеречь других пользователей, не обязательно вы там можете посещать какие-то сайты для взрослых, и на это будет направлен этот развод, да, может быть, просто мошенник пришлет вам письмо, в котором будет содержание такое, что, ну, то есть этот товарищ имеет доступ к вашему компьютеру, и может его заблокировать и отформатировать в диске всю информацию в любой момент, или, может быть, он напишет, что какие-то важные данные у вас там, бизнес-данные, да, он, значит, украл, и тоже можете эти данные там использовать. Не ведитесь на такую пургу, потому что в письме никаких доказательств не предоставлено, не предоставлены контакты, какие он скопировал, не предоставлена история посещения вами каких-то сайтов, то есть нет информации, которая бы связывала вас с его, как бы, в кавычках, взломом, да, то есть никаких, никаких данных от вас этот мошенник не получил просто тут на психологию рассчитанную, и причем настолько просто, настолько простой текст, и эта тема сработала. Конечно, кошелек, этот биткоин-адрес попал уже в фраут, но тем не менее, три транзакции прошли, ему ничего не мешает создать новый биткоин-адрес и продолжить свою спам-рассылку. Так что вот таким образом, мошенники, могу предположить, что если за три дня человек заработал 2100 долларов, то порядка 20000 долларов, но вполне может заработать за месяц, рассылая просто спам вот с таким содержанием. Вообще никакого технологичного, айтишного труда здесь не нужно, не нужно ничего прорабатывать, просто чувак вот такой вот ерундой занимается, и в 21-м году это работает, вы не представляете, в 21-м, 2021-м году работает спам с разводом, спам, e-mail, спам, да, я удивлен. Вот это айтишники позавидуют, наверное, что в айтишнике чем-то занимается, да, какие-то проекты разрабатывают, а тут какой-то хакер, в кавычках, мошенник с помощью e-mail спама за три дня заработал 2100 долларов. Ну, в общем, вот вся история, давайте вам море немножко, потому что я иду, там себя снимаю, но все равно море было видно. Картинка красивая, у нас закат, тепло, плюс, наверное, градусов 18 сейчас, может быть уже 17, немножечко прохладнее стало, извиняюсь, что я без стабилизатора. Смотрите, вынесла птицу, я не знаю, что за птица, к моему сожалению, клюв такой вот у нее острый, но погибла она в шторм, а похоже, не знаю, на какую-то, какая-то утка, наверное, да. Ну, в общем, даже птицы бывают, если погибает шторм, люди, кто не умеют ни летать, ни плавать толком, тоже лезут в такие большие волны и нередки случаи каждый год по статистике, ну, постоянно, каждый месяц, каждую неделю где-то происходят трагические случаи. И медузы шторм выбрасывают, вот медуза лежит, море, кстати, насыщенное такое, пахнет соленостью своей, морским воздухом, прикольно, не всегда это ощущается. Замечу, что воздух разный на Средиземном море и на Черном море, и соленость моря разная, и воздух разный. Это мое субъективное мнение, я не хочу как-то там плохо сказать о Черном море, просто мне больше нравится запах на Средиземном море, другой какой-то вкус, более выраженный, но еще вкуснее пахнет на океане, безусловно. Вот, там и морская капуста на Дальнем Востоке, помню, в Камчатку идешь, и можно набрать этой морской капусты, промыть ее дома и тут же приготовить салат, а не есть эту сухую капусту, которая у нас продается, да. А если можно еще поставить ловушечку на краба, ну, это уже, конечно, браконьерство. Ну, вот капусты можно собрать немерено и свежие, но это, конечно, балдеж. Так что, вот такая у нас погодка, такое вот красивое море, я, наверное, буду возвращаться. По поводу этого e-mail спама, я еще удивлен, что этот человек что-то зарабатывает, несмотря на то, что все спам-фильтры почтовых сервисов обнаруживают это письмо, и это письмо попадает в папку спам, то есть пользователь его по умолчанию это письмо и не видит, да. Если бы я не зашел случайно, я спам очень редко проверяю, значит, письмо не пробивает антиспам, а попадает в эту папку по факту, да, все равно он умудряется зарабатывать. Так что, вот такие методы заработка нечестные. Еще существуют методы развода, да, в интернете еще существуют в 2021 году. На самом деле, в интернете очень много всякого развода. У меня одно видео есть про покупку авиабилетов, значит, сейчас ссылочка будет на него, на сайте купи билет. Мы сами попались, они там продают по факту не билеты, авиабилеты, то есть мы с авиасейлс, по-моему, или с мамонда я попал, или с авиасейлс попал, в общем, на этот сайт купи билет, и по факту купил просто бронь, а не авиабилет. Когда пришлось вылетать, рейс мой якобы был отменен, в кавычках, да, просто, видимо, эта компания купи билет, она как-то своих пассажиров рассаживает на те рейсы, где остаются места, и эти места для этой компании, они, ну, возможно, по договору с другими авиаперевозчиками, эти места по какой-то бросовой цене там скидываются, и она распределяет тех людей, кто купил через них по полной стоимости авиабилет. Тем самым вот в этом-то и вся моржа. Если вы хотите сделать возврат, там, короче, штрафные санкции, все такое, тягомотина, что люди там с ними, ну, нервы свои тратят достаточно длительное время, месяцами, да, бьются, и вот, но я тоже, они мне нервы потрепали. Это вот такая история с авиапосредниками, типа, купи билет, и аналогичными там сайтами. Многие по незнанию приобретают билеты через авиасейлс, и там, в принципе, может вам повезти, если авиасейлс вас отправит на какие-то посредников, которые, ну, в этот момент вас не обманули, да, но чаще они такую технику продаж преследуют. Поэтому я на авиасейлс просто подбираю даты вылета, еще смотрю, какие цены, когда рейсы происходят, а билеты перехожу, покупаю непосредственно у самих авиапереводчиков на официальный сайт авиакомпании, там, будь это Аэроплот, будь там это Турецкая авиалиния или С7, а подбираю свой струю маршрут именно на авиасейлс, это удобно. Еще какое мошенничество в интернете существует, раз мы на эту тему зашли, вы знаете, в последнее время это часто вижу, в том числе и в ТикТок, но чаще на Ютубе, о социальных выплатах от государства, там, что государство одобрило социальную выплату на 250 тысяч или там на 200 тысяч, ты кликаешь по этой рекламе, переходишь на какой-то сайт, как правило, он одностраничный, диктор как будто первого канала что-то рассказывает про эту новость, хотя, то есть голос за кадром не совпадает с открытием рта у диктора, то есть сверху накладывают голос, обычно это голос робота, там, Яндекс.Пич, рассказывают вам про, значит, эти социальные выплаты, а внизу идут отзывы, в которых написано, о, блин, я получил всего лишь 13 тысяч, почему я там не получил 250, а у меня друг получил 180, почему так, ну, какие-то отзывы, да, что якобы кто-то что-то получил, ну, может, не в том объеме, сколько хотел, а кто-то пишет, что получил все, и эти отзывы, они там, видно, что они написаны создателем этой странички, то есть там они реально не ведут никуда, ни на ВКонтакте, на этих авторов, если внимательно посмотреть, там есть, во-первых, договор оферты, который надо посчитать, то есть они предлагают просто информационные услуги, вы там должны заплатить какие-то деньги за регистрацию в этой программе, а по факту вам больше ничего не предоставляют, то есть у вас обдираловка идет, да, там какой-то единый центр социальных выплат будет написано, там этот сайт называется, якобы, так что не ведитесь на такую пургу, вы можете в консультанте посмотреть, ресурс, если такой консультант, да, а все остальное, то, что вы видите в социальных сетях, эту рекламу, которую запускают через Google AdWords или через RCA, через рекламу Яндекса, как они проходят модерацию, я удивляюсь, наверное, в Google даже проще пройти эту модерацию и такую вот пургу выпустить для пользователей, люди ведутся, и они за регистрацию, чтобы получить эту выплату, якобы, да, они там платят какие-то, ну, не знаю, несколько тысяч, я думаю, платят, может, 1200, может, 2, может, 3, ну, какие-то деньги платят, и вы ничего не предъявите, потому что там в Аферте в соглашении будет указано, что они оказывают только информационные услуги, подбирают для вас, возможно ли выплаты или нет, они вам потом отдадут какой-нибудь ответ, что выплата на основании там каких-то законов невозможно, ну, какой-нибудь что-нибудь, короче, концовку не найдете, и с ними никак не свяжетесь, даже если в их действиях будет состав преступления, мошенничества, никто не будет разбираться с этой тягомотиной, искать их, потому что я думаю, что наверняка на те сайты, куда они всю эту информацию, и сайты, где они находились, создавали, они там туда заходят через Крокси, Соксы, через ВПН, через туннели, даже следов не найдете, из какого города они создавали этот сайт, хотя никто не будет разбираться там за тысячи, за двух тысяч, просто люди рядом попадают по-любому, на доверщих много людей, если в 800 долларов переводят, то на выплаты это 100% они зарабатывают очень много на этом, так что мошенничеств в интернете очень много, будьте внимательны, бесплатный сыр только в мышеловке, читайте официальные ресурсы всегда, чтобы была ссылка на какие-то подзаконные акты, постановления, где введена эта социальная помощь, где-то по какой-то рекламе, никогда государство у нас, наше государство никогда не будет рекламировать социальные выплаты в социальных сетях, вот, вообще никогда не будет рекламировать, то есть вы сами узнаете, там можете через сайт госуслуги, к примеру, да, там тоже вся информация на госуслугах содержится, о пособиях, о выплатах. Субтитры сделал DimaTorzok